Сегодня Церковь прославляет святого пророка Малахию, который жил за 400 лет до Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Что это было за время? Это время, когда народ Израиля возвращался из вавилонского рабства. 50 лет в рабстве у язычников. И, казалось бы, люди возвращаются, восстанавливают уросалимский храм. И все, казалось бы, споспешенствует ко благу. Открыт храм, можно приносить свои жертвы, свои молитвы пред Всевышним Богом Саваофом. Но что произошло с людьми? Люди вышли из рабства и почувствовали свободу. И эта свобода расслабила людей. Она расслабила евреев. Она расслабила родителей народа Израиля. Они перестали в Боге воспитывать своих детей. Это была традиция, которая сохранялась. Ведь потом все стало как бы на свои места. Стала свободная жизнь, доступная еда, обустроенный кров. А в таких семьях воспитывались уже юноши и девушки в свободных мировоззренческих взглядах. А потом из этих юношей становились и священники, которые потом приступали к Иерусалимскому храму без благоговения. И сам пророк, видя, как народ не благоговеет пред Богом, а из народа возрастает и священство, которое также не родит об Иерусалимском храме, Бог дает свое откровение пророку Малахию. Его книга, которая внесена в священный текст книг Ветхого Завета, завершает Ветхий Завет Библии. И она настолько серьезная, настолько важная, что сегодня я хотел буквально несколько строк вам из этой книги зачитать. Итак, сегодня, в День памяти святого пророка Малахии, вслушаемся в эти слова, и мы пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас», говорит Господь, «а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Вдумайтесь, первые слова пророку, «я вас возлюбил», а мы говорим, «а в чем твоя любовь?» «А где вот все, что я прошу? Сколько людей, мужчин один пришел недавно?» «Я вот свечку ставил Богу, а мои желания не исполнились, я больше в церковь не хожу», говорит. «Я возлюбил вас». Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. А мы говорим, а что Он для нас делает? Я свечку ставлю, а мои желания не выполняются. «Сын чтит Отца и раб Господина Своего. Если я Отец, то где почитание ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Люди Израиля того времени потеряли, обретя свободу, относительный покой. Благоговение пред Господом. Вот что сегодня нам с вами нужно возобновлять. Благоговейнейшее отношение ко Господу, к Своим иконам, к Священному Писанию, к молитвам, к общению с Богом, к чему и зовет нас пророк Малахия в первой своей главе. Во второй обращает внимание, не один ли у всех вас Отец? Не один ли Бог сотворил вас? Почему же вы вероломно поступаете друг против друга, нарушая тем завет Отцов ваших? Господь смотрит не на только отношение к себе, но Он смотрит, как мы относимся друг ко другу. Злоба, ненависть, раздражение, осуждение, зависть. Почему же вы так вероломны и друг к другу? Ответ один, потому что вы забываете Бога. И каждый живете для себя в свое удовольствие, наслаждаясь своими чувственными удовольствиями. И потому обращает особенно взоры священников, которые через Малахию да услышат и все священнослужащие. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. От батюшки ждут не то, что он погладит по головочке, благословит и у меня будет все хорошо. Священник должен с высоты, потому и мы с высоты амвона поднимаемся не потому, что мы такие высокие, а потому, чтобы слышно было и видно было всех, глаза ваши были видны. Потому что мы не свое возвещаем, а учение Господа Саваофа, которое вас слушайте. А мы слушаем ли единого Бога? Нам бы батюшка поскорее закончил, да уже пора идти. Мы уставьем, мы утомляемся проповедью о законе Господнем. Не ленитесь, братья и сестры. Тело уже ломается, как говорил апостол. Плоть моя страждет, а дух день от дня укрепляется. Наша обязательная задача, наша священная обязанность и наш священный, священнический долг проповедовать вам священное Писание, Слово Господа Саваофа. Вот чего ждет православный верующий народ от своих священников. Слушайте, что говорят священники, проповедующие вам Слово Господне. И далее он продолжает. «Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Вы прогневляете Господа, пишет пророк, словами вашими. И говорите, чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа. И к таким он благоволит». Или «Где Бог правосудия?» Ох, как точно пророк передает слова Господа. Сколько раз мы слышали, если иногда и сами не говорили, «Ну куда Бог смотрит?» «Ну где Бог?» «Где Бог правосудия?» Смотрите, какие слова к народу Израиля обратил пророк, говорящий от Господа. Или вот эти слова, которые еще чаще мы слышим. «Всякий, делающий зло, вот он, смотрите, живет. И обманывает, и ворует, и блудит. А посмотрите, как живет. Чем прогневляем мы его?» Задает пророк вопрос. «Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господними. И тем самым обманываем самих себя. И прогневляем Господа. Мы должны не примиряться. Говорят, ну сейчас все так, сейчас молодежь такая. Мы почувствовали ту свободу, которая дает нам не просто расслабленность, а забвение Бога, уклонение от истины. Прежде всего, сначала, как и говорили праведники, народ уклониться выдало поклонство, а потом и сатанизм. Но Господь пророчествует через Малахию о приходе Христа. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет», — говорит Господь Саваоф. Этим, так называемым, ангелом был Иоанн Предтеч. Он, Предтеча пред Господом Иисусом Христом. Это потом именно Иоанн примет на крещение Иисуса Христа и будет крестителем Спасителя. И далее пишет, «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя?» Смотрите, какие вопросы поднимает из народа израилевска. Мы сегодня пророк. «Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде перед лицом Господа Саваофа. А что мы, в общем-то, приобретаем, что ходим пред Господом? Вот как говорили люди. Что тут такого? Что пользы, что мы соблюдаем постановление Твоей, Господи? Никогда не говорите. Что нам, Господи, с того, что мы начали соблюдать уставы Твои? Что нам, Господи, от того, что мы начали читать Священное Писание Твое? Рано или поздно, потихонечку, душа человека обращается к Богу и исправляется. И дальше Господь говорит. «И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Ой, какие слова! Вот они искушают Господа. Сколько людей даже и не помышляют ни о храме, даже не хотят и видеть храмов перед собою. Ну, живут же люди. Вот же, смотрите. И в этих беззакониях, хотя искушают Бога и остаются целыми. И дальше Господь через пророка говорит. «Но боящиеся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Что это за книга? Это та самая книга жизни. И вот из тех, кто поживет сегодня в свое удовольствие и не будет вписан в эту книгу жизни, погибнет. Потому что помирать-то всем, а если ты не будешь в книге этой жизни, и не будет там твоего имени, Господь не впишет, потому что ты не любил его, не соблюдал его, не исправлял свою жизнь, то как печален будет ответ твой на страшном суде, о котором чуть ниже скажет святой пророк. «И они будут моими, те, которые взывали ко Господу, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидят различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Богу». Вот когда увидят люди разницу, которые сегодня просто по очам своим не замечают, потому что очи наши стали плотскими, и духовного видят очень-очень мало. И последнее. Всего четыре главы. В четвертой главе пророку Малахию Бог открывает грядущие судьбы, грядущий ответ и страшный грядущий суд. «Ибо вот придет день, пишет пророку, открывая судьбы будущего Господь, пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей, а для вас, благоговеющие, пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы увидите и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф». О каком это солнце правды упомянул здесь пророк, получивший откровение от Господа. Солнце правды, Христос, Бог наш. Именно эти слова и об этом солнце поется в тропоре Рождества Христова, которого, если мы, видевши, поклоняемся Господу Иисусу и Святое Воскресение Его славе. Дорогие братья и сестры, в этой книге всего четыре главы. Мы сегодня читали книгу, у которого память пророка Малахии празднует вся церковь. Вот немножко будет понятно, а почему церковь вынесла его из Ветхого Завета? Потому что он печать пророков, он последний из пророков, и потому его книга завершает Ветхий Завет. Одна женщина читала эту книгу и приткнулась. Это нормально, что мы не все понимаем, для этого нам и понадобится тогда батюшке, когда мы читаем книгу Писания, и что-то нам непонятно, мы можем прийти к священнику и задать ему вопрос, и спросить что-либо непонятное. Так произошло с одной женщиной. Она читала из третьей книги пророка Малахии третью строку, в которой написано. «И сядет переплавлять и очищать серебро, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертвы Господу в правде». Вот как это понять? Сядет переплавлять, как серебро, и переплавит, как золото, «чтобы приносить Господу свои дары в правде». Как это? И вот она перед тем, как прийти в церковь, зашла в магазин, а там есть ювелир работающий. Она стояла, вот так Господь иногда дает такие откровения в разумлении. Она подошла и смотрит, как работают ювелиры. Кто видел, остановился иногда, смотрел, как он пламень огня направляет на металл. И вот он золото такое ржавое расплавляет, расплавляет. Она спрашивает, скажите, а вот вы все время должны смотреть на этот металл, когда расплавляет? Я вообще не имею права даже отойти. Конечно, я смотрю, внимательно наблюдая, за тем, чтобы и не передержать, потому что если передержу, будет перегрев, изменится цвет металла. И наоборот, если не додержу, то остатки примесей в нем сохранятся. И она так смотрела, внимательно расплавляет. И как это очищалось золото, а этот ювелир очищает огнем, огнем. А потом, когда очистил и смотрит, вот так вот немножечко огня добавляет. Скажет, а сколько вы будете сидеть? Как долго нужно очищать это золото? Вот так человек прочитал и носит в мысли эти слова. А он так посмотрел на нее, уже завершая работу, улыбнулся и говорит, а знаете, есть один секрет. В ювелирном деле вот тогда уже очищено золото, когда я вижу в нем свое отражение. Вот оказывается, что имел Господь в виду. Он и каждого из нас как золото очищает от всякой примеси, от всяких ненужных металлов, страстей, пороков. Чем? Болезнями, скорбями, страданиями, как мы говорим, испытаниями этой жизни. А доколе, Господи, доколе не увижу в каждом из вас свое изображение. Потому что каждый же из вас по образу и по подобию моему говорит Господь Савао. Вот какие сегодня слова открывает нам пророк Малахия. А мы, лишь послушав то, что сказал Господь народу еврейскому, давайте послушаем народ русский. А не все ли это про нас с вами? А если исправимся, то и в нас Господь может увидеть свое отображение. Редактор субтитров